Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от Data Yoga по Tableau. Сегодня у нас новые данные. Это демографическая статистика по России. В этот раз будем обсуждать карты и как они помогают правильно ответить на поставленный вопрос. Подключимся к новым данным. Они в формате Excel. Как видите, все сразу потянулось. Все довольно удобно. Давайте сразу переделаем регион в формат географической роли, чтобы это был какой-то край, область, один из регионов России. То мы ставим ему формат State Province. И поэтому он сформирует определенное количество... ...определенных широтой долготу. Давайте сразу посмотрим на то, как выглядят карты и как с ними можно работать. Мы просто нажимаем Let it to generate по два раза. В общем, делаем это быстро. И затем мы можем сделать так, чтобы у нас каждый регион раскрасился в свой цвет. Как видите, теперь у нас проставлены все необходимые форматы. Только давайте поменяем формат от круга к формату карты. И у нас каждая область раскрасилась. Как видите, некоторые из них пропущены. Поэтому давайте... И у нас в правом нижнем углу показывается 12 неизвестных регионов. Давайте зайдем туда. Нажимаем кнопку Edit Locations. И переименуем все так, как необходимо. Москва, поскольку является столицей, и общеизвестно, что она и себя представляет. Мы должны найти в каждом из этих городов необходимые для нас области. Давайте выберем, например. Давайте, например, выберем Ханты-Мансийский автономный округ. Сделаем так. Ямало-Ненецкий. Я-мало-Ненецкий. Опять-таки сделаем. Санкт-Петербург, например, сохранен довольно странно. Мы выбираем так. Москва. У нас записано как Москва-Сити. И, как видите, осталось всего два региона. Это Севастополь и Крым. Проблема здесь заключается в том, что оно не всегда так быстро обновляются данные. И карты в табло имеют такую специфику, что, наверное, здесь не учтена геополитическая ситуация между Россией и Украиной. Поэтому мы просто уберем страну. Сделаем так, чтобы у нас не была фиксирована Россия. И выберем то, что нам необходимо. То есть возьмем Севастополь. И Крым. Видите, у нас ушли все... Все, что... Табло не узнал. Таким образом, мы построили необходимую визуализацию. Давайте посмотрим на второе задание. Это... Это звучит так. Какой субъект имеет максимальную, а другую минимальную разницу в процентном выражении между доходом и расходом населения? Давайте тогда добавим определенное дополнительное поле разницы между доходом и расходом. Это... Это... Difference Income and Spend. Так. Ну, нужно посчитать просто процентным соотношением и... Средний доход месяц минус средний расход месяц поделим на средний доход и умножим на 100. Средний доход и умножить на 100. Это у нас разница. Я же хочу отметить, что вот здесь есть параметр top. Давайте его удалим. Сколько он сохранился... С... С прошлого... Урока. Так, где мы рассматривали... Пример кикстартера. Давайте сразу поставим в default properties, чтобы это... Являлось процентом. То есть... Теперь мы можем построить снова карту. Затем добавить... Все, что нам необходимо. Раскрасим карту в формате разницы. То есть приносим то, что у нас находится в цветах по цвету. Только при этом давайте считать не сумму, а минимальное значение. То есть будем... Потому что сумма... Ну просто посуммирует все разницы. Она... Ну вот если в рамках страны... Она синтересует именно минимальное значение. Браво, мэшер, минимум. И будем считать это все для каждого региона. И, как видите, он считает разницу в таком формате. Потому что у нас от 15% до 64% до 15% до 64%. Здесь проблема заключается в том, что мы умножили на 100%. Как предполагалось в решении от даты йога, но этого делать не нужно. И здесь более логичная разница от 15% до 64%. Также мы можем подписать минимальный средний доход и минимальный средний расход. Давайте поменяем на минимум. Как видите, он сразу вводится. Давайте сделаем так, чтобы у нас выводились данные. Причем только желательно минимальные и максимальные. Как видите, у нас максимальная разница в Севастополе. Минимальная разница в Севастополе составляет свои 15%, а максимальная в Ленецком автономном обраге. И, как видно, здесь ситуация получше. Причем, конечно, расход, если по разнице, не такой большой. Зато доход, конечно, в Севастополе практически в три раза ниже. Следующее задание. Как изменялось население региона с 2005 по 2016 год по субъектам. В данном случае мы будем решать задачу интересным способом. При наведении на регион нам будет выдаваться дополнительный график того, как изменялось население в каждый конкретный год. Мы приносим год в столбцы и средняя численность населения мы перетаскиваем в строчки. Только давайте создадим дополнительный показатель, который будет называться население. Поплэйсин. И мы умножим его количество населения на тысячу. Потому что у нас в тысячах человек оно измеряется, но это не очень удобно. Интереснее знать реальное число. Не тысячи, потому что у нас, а миллионы. Давайте перенесем население в строчки. И сделаем так, чтобы у нас не было... Поскольку население всегда положительная величина, нам не нужен. Ноль на данной силе. Исключим ноль. И динамика будет видна в среднем намного лучше. Причем оставим в таком формате, чтобы можно было удобнее пользоваться. Вот. Добавим сразу минимальное и максимальное. Ну, как правило, конечно, минимальное будет в начале, а максимальное в конце. То есть у нас было в десятом году 146 миллионов, а максимально 148 в шестнадцатом году. И теперь же самое главное. Мы просто добавляем на первую карту, которая у нас есть. Заходим в Tooltip. И добавляем дополнительную статистику. Заходим в Поплэйсин. У нас лист номер три. Добавляем его сюда. И теперь при наведении мы видим, как изменялось и увеличилось население. То есть, например, используем Республику Коми. У нас она изменялась с 2005 года. Было 963 тысячи. И дальше стабильно уменьшалось. Тем не менее, мы видим, что весь вью не поместился. Поэтому мы сделаем так, чтобы был entire view. И сейчас, как вы видите, он полностью поместился. Немножко, правда, год съехал. Но здесь можно поиграться с различными настройками. Например, уметь перевернуть или убрать. Или просто составить подписи. Теперь давайте посмотрим, кто себе поставит последнее задание. Какой субъект за 2016 год лидирует по количеству неработающих людей? В каком регионе за 2016 год минимальное количество неработающих? Теперь давайте посчитаем, добавим еще два показателя. Это количество работающих и неработающих. Я пишу по-английски, потому что у меня нет русской клавиатуры на ноутбуке. Но есть русская раскладка, которая довольно прогнознастично пользуется без такой клавиатуры. Мы просто умножаем численность рабочих людей на тысячу человек. Теперь добавим новый показатель, который называется unemployed. Мы считаем разницу в среднем между населением. Нас именно интересует население. Это будет population. Минус работающие минус работающие. Вот, мы посчитали два новых показателя. Теперь давайте сделаем карту и ответим на поставленные вопросы. Сразу выберем в фильтрах, чтобы год у нас был 16. Сделаем разбивку по регионам. Цвет выберем такой, чтобы он изменялся в зависимости от неработающих. И аналогично сделаем с размером. Только нам нужны, давайте добавим именно круги, чтобы можно было этим лучше пользоваться. И анаплод притаскиваем строчку size и можем увидеть разницу. Сразу давайте выделим максимальные и минимальные, потому что подобные вещи не всегда бросаются в глаза. То есть мы видим, что в немецком автономном округе, который уже не привык распугается в наших ответах, минимальное количество безработных 16 800, а максимальное в Хакасии более 4 миллионов человек. Таким образом, мы ответим на все поставленные вопросы и задачи. Всем спасибо за внимание.